Готовься к школе летом, остальное купишь зимой. До начала учебного года остается месяц, поэтому школьные ярмарки начинают работать уже сейчас. Качество то же, что и в магазинах, а цена ниже. Мой коллега Иван Деревянченко пообщался с продавцами и выяснил, сколько стоит собрать ребенка в школу. На прилавках ручки, карандаши и тетрадки на любой вкус и цвет. Есть из чего выбирать. Не за горами 1 сентября. Тем, кто еще не успел собрать внушительный список вещей в школу, самое время поторопиться. Ну вообще, первоклассник, ну тысяч пять только на канцелярию на одну. Потому что там надо и картон цветной, и пластилин, и карандаши цветные, как бы все тут. И списки огромные от учителей. А чем старше класс, тем, как говорится, меньше. Четкого списка для школ нет. Разные дресс-куты, канцелярия. Однако сумма у родителей первоклассников примерно одна и та же. 20-25 тысяч рублей. Несколько пар штанов и юбок, рубашки, жилетки, рюкзак со сменкой и пеналами. Перечислять можно бесконечно. Но кошельки и не резиновые. Поэтому спрос на ярмарках высок. Вещи те же, а стоимость ниже. Всегда есть распродажа. Допустим, если осталась одна блузочка из линейки, мы всегда на нее уступаем. Всегда, когда мама одевает ребенка полностью, допустим, ни одну вещь покупает, мы всегда делаем скидки. С нами можно поторговаться, что люди любят стать мужчиной. Вот. Ну и люди находят здесь то, что не могут найти в магазинах. Мария Салькова пришла на ярмарку за блузками для Варвары. Девочка из прошлогодних вещей выросла. Онлайн покупать вещи не всегда удобно. То доставка задержится, то придет некондиция. А здесь и примерить сразу, и договориться насчет цены. На ярмарку мы каждый год приходим, потому что здесь как бы цены нас устраивают и качество устраивает. Есть вещи, есть прям вообще идеальная цена, качество. Частенько все заходит. По данным Департамента образования мэрии Новосибирска, в этом учебном году более 220 тысяч ребят пойдут в школу. 24 тысячи из которых первоклассники. Иван Деревянченко, Данил Клопаков, Новости ОТС.